Знаете, любую проблему можно решить до и после. Если говорить о проблеме рака женских органов, то до мы обсудили, что, конечно же, это плановые визиты к врачам, это программы скрининга, то есть это профилактика данных заболеваний. Если говорить о проблеме её решений после, когда уже женщина, к сожалению, заболела, выявлена проблема, необходимо лечение, то лечение это должно быть своевременным и эффективным. В существующих реалиях это дорогое лечение, это факт, и, конечно же, мы понимаем ситуацию, и она уже была озвучена с статистикой, о том, что ещё в 2012-2013 году до ухудшения общей экономической ситуации в стране каждый третий онкологически больной оставался без специфической терапии. Государству не хватало средств. Что будет в 2015-2016 году, не знает никто, но мы уже на себе сейчас ощущаем, люди, которые живут в этой стране, о том, что подорожали медикаменты, подорожало лечение, зарплаты наши, к сожалению, не выросли до того уровня, до которого выросли цены. Это касается всех сфер нашей жизни, касается это, конечно же, и медицинского обслуживания. Мы решили справиться с этой неопределённостью. Действительно, программа «Женское здоровье» уникальна сама по себе, потому что она охватывает несколько спектров ситуации, с которой женщина столкнулась, когда ей поставлен диагноз «рак женского органа». В первую очередь программа обеспечивает выплату до 600 тысяч гривен в случае диагностирования онкологического заболевания женских органов. По факту диагностирования, по факту проведения лечения. То есть на тот момент, когда женщине поставлен этот диагноз, она находится в том шоковом состоянии от самого понимания той болезни, которая у неё есть, но и в то же время от того шока, что нужны необходимые средства на лечение. Компания по факту диагностирования заболевания выплачивает сумму до 600 тысяч гривен. Вторая выплата – это плата за лечение в стационаре. Мэтлайф дополнительно к выплате по факту диагностирования. В случае госпитализации к нашей клиентке и пациентке уже больницы выплачивают до 600 гривен в день за каждый день госпитализации. Максимальная выплата у нас за 30 дней. По статистике, больше клиенты обычно не находятся в клинике. Третья не менее важная выплата. Мы называем её финансовой поддержкой на оздоровление. Дополнительно к этим двум выплатам в течение 12 месяцев женщина будет получать до 7 тысяч гривен ежемесячно, чтобы поддержать привычный уровень дохода женщины. С помощью этой суммы женщина может оздоровиться и вернуться к привычному ритму жизни. Вернуться, как вы понимаете, не так просто. Во-первых, лечение длительное, и многие женщины могут потерять место работы. Сейчас, к сожалению, ситуация с защитой прав сотрудников на том уровне, и женщины в этом случае могут быть незащищены. Во-вторых, не всем женщинам удается сохранить семью и получить поддержку от мужа. Есть много примеров, когда болезнь женщины становится причиной развода. В-третьих, даже если удается сохранить работу и получить поддержку от близких, у женщины после лечения появляются особые потребности. И это не только лекарства. А так, после удаления груди, женщине нужен протез, нужно специальное белье. Это дорого. Я знаю это по себе, потому что моя мама в этой ситуации как раз уже находится. На первый взгляд, это не первоочередная потребность, но это очень важно для любой женщины. Сохранить привлекательность, как бы ни складывалась наша жизнь.